Мы назвали сегодняшний комментарий «Лето обещает быть жарким», но это не метеопрогноз, а анализ ситуации на рынке слияния поглощения в российском телекоме. На днях Федеральная антимонопольная служба одобрила возможность приобретения компании «Мегафон» полностью в 100% долей в компаниях «Йота» и «Скартел». Это событие является очень существенным не только на рынке сотового бизнеса, но и в целом на рынке компаний, обладающих лицензиями на рынке, оказывающих услуги ЛТИ. Дело в том, что «Мегафон» уже владеет контрольным пакетом компании «Йота» и «Скартел», и приобретение 100% только увеличивает долю присутствия и возможности технологические и операционные компании «Мегафон». Дело в том, что эта сделка и одобрение происходило, я бы назвал, в ускоренном варианте. Всего в течение короткого периода Федеральная антимонопольная служба дала разрешение на эту сделку. Почему это произошло? На наш взгляд, в этом есть большая заинтересованность, прежде всего, акционеров «Мегафона» и «Скартел» и «Йоты». Они выигрыши останутся от этой сделки. В этом заинтересовано наше уважаемое Министерство коммуникации и связи, которое активно занимается внедрением ЛТИ. И оно надеется, что таким образом будет преодолено это пресловутое цифровое неравенство. Дело в том, что сегодня «Скартел» оказывает услуги только в городах-миллионниках. И есть надежда, что в связи с приобретением «Мегафона» и с его ресурсами, как технологичными, так и финансовыми, мы сможем получить услуги ЛТИ и в городах-немиллионниках, и не только в областных центрах, но и в тех, в которых еще испытывается большой дефицит, в том числе и в услугах интернет. Казалось бы, лето – одно из самых неблагоприятных периодов с точки зрения слияния поглощений. Инвесторы ждут ожидания результата хотя бы от первого полугодия. Службы департамента слияния поглощений тоже находятся кто в отпусках, кто в ожидании новых проектов. Но новостные ленты сообщают нам о новых фактах. Следующий сюжет я назвал бы «Москову, Москву любой ценой». И речь идет не только о аналогии с тремя сестрами чеховскими, а прежде всего идет речь о операторах, которые по терминным причинам не вхожи на столь перспективный, столь лакомый рынок Московского столичного региона. Прежде всего идет речь о том, что та же Федеральная мультиментальная служба одобрила возможное приобретение компании «Эротелеком», компании «Акада». Таким образом, мультисервисный и мультирегиональный оператор имеет реальные шансы войти на столь желанный рынок не только столицы, не только московского региона, но и Санкт-Петербурга. Конечно, цена вопроса и входной билет в Москву достаточно велик, даже с точки зрения российского телекома, привыкших к большим ценам. Примерная стоимость сделки оценивается в 1,1 млрд. долларов. При этом долг «Акада» составляет в районе 390-400 млн. Таким образом, «Эротелеком» должен заплатить порядка 600 млн. долларов за входной билет в Москву. Но на наш взгляд, конечно, овчинка стоит выделки. С возможным приобретением «Акада» «Эротелеком» входит в большую шестерку. И надо сказать, что тот путь, который проделал «Эротелеком» от регионального оператора и привайдера только в одном регионе до федерального оператора, пройден успешно, и еще можно поздравить менеджмент и акционеров компании. Другим входным билетом заинтересовался «Транстелеком». Дело в том, что он тоже, несмотря на то, что имеет огромную изветвленную магистральную сеть и активно участвует сегодня на рынке регионального покрытия ШПД, в том числе и путем слияния поглощения, надо отметить, что «Транстелеком» сегодня не из самых реальных и активных участников на этом рынке. Каждый месяц мы получаем сообщения о приобретении того или иного регионального привайдера, и мы знаем, что в планах компании заложены и средства, и есть намерение продолжить эту экспансию на региональном рынке. Но, естественно, приобретение компании «Фрештел», о которой идет уже речь в течение года, станет знаком событий и не только для российского рынка, но и в целом для «Транстелекома». Дело в том, что «Фрештел», несмотря на то, что владает малой абонентской базой, он располагает очень привлекательным и замечательным активом в виде лицензии на всю Россию и частот в диапазоне 3,5 ГГц. И эти частоты распространяются на Москву и Санкт-Петербург, где «Транстелеком» до сих пор не присутствует. Поэтому, конечно, цена, которую предлагается заплатить «Транстелекома» в районе 200 миллионов долларов, может и вызывает вопросы у аналитиков, но у людей, которые знают, что для «Транстелекома» это вхождение на рынок является важным, думается, что цена уже не представляется такой большой. Конечно, надо сделать допущение в том, что все эти одобрения и возможные планы по обретению осуществятся только тогда, когда произойдет, собственно говоря, юридическая и финансовая сторона сделки. Хотел бы обратить внимание, что даже реальные, серьезные, сделанные проекты в течение двух лет, как мер слияния и поглощения мегафоном Синтеры, еще до сих пор не завершено. И вот только вчера должно было закончиться подписание мирового соглашения в связи с тем, что были отложены платежи за приобретение мегафоном Синтеры. Это говорит о том, что даже при самом успешном завершении сделок, при том, чтобы осуществляться юридические и финансовые нюансы и аспекты этих сделок, впереди у покупателя серьезнейший вопрос интеграции. Речь идет не только о юридической стороне дела. Дело в том, что объединяются нередко не только разные технологические схемы, объединяются различные оборудования, но и возвращаются совершенно различные подходы к формированию абонентской базы. Но все это предстоит компаниям, которые надеются приобрести привлекательные активы впереди. А сейчас мы ждем осени, потому что осенью, как и лето, обещают быть жарким, потому что предприятия и операторы связи не останавливаются на достигнутых результатах и стараются найти новые ниши, в том числе в плане приобретения региональных и других активов.